Привет! У нас сейчас утро, и это видео будет про один день из моей жизни. Сегодня еду в Краснодар с мастер-классом, так что вы сегодня отправляетесь со мной. Страшно ехать, вообще такой туманищик, просто ничего не видно, то есть как бы здесь город где-то под этим всем, вы понимаете? Это война миров. Ну, у меня скоро посадка, не забыла, к сожалению, купальник. Скорее всего, не успеваю его купить. Очень хотела искупаться там, на самом деле, потому что в СПА будет проходить мероприятие. Не буду я нашу страну, но каждый раз, когда в автобусе, который собирается, чтобы доехать до самолета, приходится ждать 25 минут с открытыми дверями, я каждый раз начинаю злиться и ее ненавидеть просто. Почему-то с Краснодаром у меня всегда такая ситуация. Третий раз лечу, каждый раз туда и обратно, все время какое-то бесчеловечное отношение, особенно критично зимой, когда, конечно, в минус 15, когда заставляют так ждать. Но сейчас хотя бы погода ничего, здесь тоже распогодилось. Багаж, погода вообще супер, моя работа может быть лучше, только если бы я без багажа летала. Но ничего, минут 10, я думаю, освобожусь. Все хорошо, не опаздываю, несмотря на задержку вылета. Ура, я в Краснодаре, в одном из моих самых-самых-самых любимых городов России, очень теплым, бесцветленным и вкусным. Сегодня у нас алоэ-спа, в спа-центре будет приходить мероприятие. Отлично, я долетела, просто супер. У меня еще попался хороший попутчик, это был один из директоров марки Лакоста, мы еще обсудили с ним вопросы бизнеса, обменялись визитками даже, так что, может быть, буду в их проектах участвовать. А вы еще спрашиваете меня, вот как заключают договора, как находят связи, вот так вот и находят, на самом деле, иногда даже в самолётах. Так что я даже успеваю на укладочку легкую. Расстрекала себя, конечно, за время дороги, у меня от влажности все завилось, поэтому сейчас меня преобразят. Делают мне более что-то симпатичное, такой touch-up. За две минуты просто меня превратили в человека. Ну, мы прорисуем с пушистой, с накладкой волос, а при освещении софига-то есть. Очень много стянули. Спасибо огромное. Я не рада, что все равно. Десять минуты начала мастер-класса, мои девочки уже подходят, уже почти собрались, и я жду своих моделек замечательных. Вы, я надеюсь, узнаете моих сегодняшних моделей, надеюсь, что вы их смотрите. Руки чешутся их накрасить, подарите мои небольшие подарочки. Сегодняшняя тема – различные виды оформления бровей от натуральных до графичных эффектов, а также модный сейчас макияж фреш-лук. У меня, в принципе, тоже фреш-лук, а, кстати, я огромное количество комплиментов получила на свой макияж. Мы всегда помним, что нам нужно затонировать лицо в цвет шеи, не в цвет лица. В обычном макияже удобно сделать глаза, потом лицо, для того, чтобы все осыпания как бы легко убирать, да? В аэромакияже удобнее сделать лицо. Когда вы делаете такое красивое, аккуратное лицо хорошими продуктами, которые смотрятся сияюще и натурально, вам хочется сделать намного меньше на глазах. Это, во-первых, как обычно все российские мастера учат работать на аэрографе. Круговые движения. Вот что получается. Бублики, дырки, да, получается. Сбирай. Это неправильная версия. И почему почти все наши мастера, они учатся в Америке, как раз многие из них у Тейни в Тэмпту. Их учат правильно, но учат в России они неправильно. Смысл в том, что при ближайшем рассмотрении продукт на коже особо не видно. И здесь меньше значит больше. Если вы начинаете только работу с аэрографом, тогда берите именно первым своим слоем сразу румяным. Потому что тогда у вас, во-первых, вы не приборщите. У меня обычно самая частая ошибка у учеников, это то, что они очень много румяна наносят. Они уже сделали все остальное, и тут румяна, и у них получается матрюшка. Если вам нужно сделать линию, тогда уже с трафаретом. Вот именно, вот я двигаюсь по ней вне границы. Я больше не буду рисовать на самом трафарете. У меня не были брови а-ля татуар. Видеоблогер 50 уровня. Рисуйте по трафарету, и тогда у вас будет деликатный эффект. Я сейчас буду делать такой вот шоколадно-бронзовой гамме, объемная века, когда я буду затемнять складку, углублять. Нижнюю ресничную наносим, протушевываем этот пигмент, ставлю больше в глубину и тяну внутрь. И простраиваю именно тень от нижних ресниц. Я ее делаю сразу темнее, чем вроде бы она мне нужна, как только будут, допустим, у меня сейчас там смоки под ресницами. Как только мы накрасим ресницы, будет смотреться намного деликатнее. И вот такой макияж у меня получился. Мне кажется, глаза прям раза в два больше. Мы от мастер-классились. Вот моя Алена с макияжем. Низь, посмотри. Такие вот у нас глазки шикарные. Сейчас пойдем дальше осматриваться. Осматривать помещение, побежали. Такая она модель как-то потерплива. А да, вообще. Ассистент моя, большая фанат твоя. Это у нее любимый блогер. Ты можешь передать ей привет? Ты зовут Маша. Маша, большое приветствие. Девочки, тут блог снимаю про сегодняшний день. Смотрите, какие все красивые, какие все умнички, дружелюбные вы все. Какой же кайф, когда под обувь не нужны нас, когда тепло и вообще большую часть года тепло. Смотрите, какая милота. Еда, еда. Алади, ура. Визажисты любят две вещи. Косметику и еду. Вкусняшки, вкусняшки, вкусняшки. Вы же знаете, что лучший подарок для девушек, которые не знаете, что подарить? Это макаруна. Вот я хочу такую рюмочку. Ух ты, красота какая. Я просто в раю. Все, я хочу все. Красота. Всегда бы так. Жизнь прекрасна. Жизнь удалась. Сейчас будет массаж. Ребята, это такая красота. Мне сделали лимфодренажный массаж. Я как будто заново родилась. Замечательный день. Такие позитивные девчонки. Такие все красивые, интересные, активные. Так хотят много знаний. Я думаю, что будет классно принять их в работе. Так что я прям очень-очень довольна. Прошел день. Очень-очень-очень полезно, мне кажется. Жизнь прекрасна. Я просто расслабилась после массажа. Так приятно. Принадут края, да круто. Замечательно прошел день. Я хочу приезжать еще. Без вкусно кормить. Такие классные. Гостеприимные люди. Такие у меня все девочки были красотки. Так приглашали еще приехать. Так что придется в Краснодар ждать меня снова. На несколько дней уже. Теперь в самолет сейчас милая поеду.